И всем привет, ребят! С вами Стромайк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно обсуждению нашего замечательного танкофанда. Это ластовый видос, связанный с текущим зимним замечательным танкофандом. Подведем его итоги, так как до его окончания у нас, грубо говоря, осталось два дня. Я выскажу свою позицию, посмотрим, докуда мы по итогу до него дошли. Ну и обсудим все то, что получилось вокруг нашего киберспортивного танкофанда за этот месяц. Так как, ну, по сути, уже все решено и все цифры набраны. Если вы ждали этот видеоролик, если вам вообще нравятся видосы, посвященные разговорной тематике, анонсам и вот таким вот движухам, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте установить его личный тактимпэп. Дальше оформлять покупку в магазине, но и заплатить форму, которая есть в описании. Итоги этого розыгрыша будут буквально уже через 2 недели, поэтому обязательно принимайте участие и выигрывайте ценные призы. Ну а мы переходим на вкладочку нашего танкофанда. У нас осталось на момент записи этого видеоролика 2 дня, на момент выхода этого видоса уже 1 день. И в танкофанде у нас 15,5 миллионов танкоинов. Ни для кого не секрет, что это максимальный провальный танкофонд относительно предыдущего года. Да, и тех цифр, которые набирались в танкофанде. Два последних танкофанда оказались полностью провалены с моей точки зрения, да, относительно тех цифр, которые мы вместе с вами увидели. Да, есть разница между 15 миллионами и 40 миллионами, 60 миллионами. И здесь у нас 2 танкофанда набирают плюс-минус одинаковые цифры, там около 15, 16, 17 миллионов. Ну и этот танкофонд, я думаю, что там дойдет условно до 16, ну максимум 17. Суть и дела это не меняет. Посмотрим, какие призы мы за это все дело получили. Одна ядерная энергия плюс слот, если у кого не было слота. Бесполезная краска, 15 контейнеров, еще одна бесполезная краска, 3 недельных. Еще одна бесполезная краска, 5 ультра. Скин Гаусса ГТ, еще одна ядерка, еще краска, 15 еще контейнеров. То есть 30 обычных контов, 6 недельных и 5 ультра контейнеров из призов, которые, ну, как минимум смысловые. Плюс скин на Гаусс GT. Мне даже интересно, есть ли у меня вообще этот скин. Если этот скин у меня, просто если он есть, то это вообще, наверное, полная габельная провалка. Нет, скина нету, то есть это будет как новый скин. Ладно, тогда еще более-менее, да, с точки зрения именно получения призов за 1000 танкоинов. Ну и плюс шанс выиграть в розыгрыше 7, около 7700, там где-то танкоинов. Да, я покупал на двух аккаунтах, на основном аккаунте и на втором аккаунте. На бездонате я, к сожалению, не накопил, но я думаю, что если бы даже накопил бы, то, скорее всего, все равно бы его бы не приобрел. Так как призов довольно-таки мало и даже ради просто одного слота, как будто бы этот ивент того не стоит. Ну а что касаемо новых танкофондов, да, я уже неоднократно высказывался, как должен выглядеть был этот танкофонд, чтобы его приобретали. Надеюсь, что разработчики сделают выводы после этих двух провальных танкофондов. Надеюсь, что на этом наши танкофонды не закончатся и киберспорт вместе с этим не закончатся. Так как я отлично понимаю стратегию и то, как мыслят разработчики игры в этом плане, да. И может быть такой сценарий, что на этом закончится наш, ну можно сказать, танковый киберспорт. Танкофонд, но как будто просто могут пропасть денежные призовые оттуда, да. Все-таки нужно понимать, что по сути денежные призовые появились только благодаря тому, что у нас есть киберспортивный танкофонд. То есть игроки вкладывают сюда, ну и просто процентик, как будто бы от этого танкофонда идет игрокам. Да, то есть тот есть фонд рублевый, да, есть фонд денежный, ну и плюс есть еще и фонд, который получает 10% танкоинов, да. Но танкоины это как бы мелочь, но приятно, да. А вот денежный эквивалент это уже то, кто может быть даже за этим гонится и борется, да. Хоть там и цифры, конечно, не космические, но в любом случае это уже что-то. Поэтому надеюсь, что на этом все не закончится. Надеюсь, что выводы будут сделаны максимально четкие, грамотные, да. Либо сократиться до прежних цифр количество уровней, либо же просто изначально танкофонд будут давать хорошие, ценные призы. А условные вот эти вот краски пойдут уже после, да, например, 20-го условного уровня, да. То есть у нас сначала будут ценные награды, чтобы игроки приобретали танкофонд и он был выгоден. Ну а дальше уже просто будет там условно там по одному контейнеру давать, по краске давать там или еще что-либо, да. Так как дальнейшие уже уровни будут лишь дополнительным бонусом, так как вы уже получите хорошие, ценные призы. Возможно, нужно добавить новые устройства, поставить вперед какие-нибудь там батл пассы, либо элитного пропуска, боевые пропуска, да. Либо скин контейнер условно, да, вперед, чтобы вот условно там на 10-м уровне, да, уже был этот гарантированный хороший приз. Ну и тогда игроки будут совсем с другой стороны смотреть на танкофонд и мы будем видеть цифры не в виде 15-ти миллионов, ну а как минимум 30-ти, может быть даже 40-ка и 50-ти. Ну а так, конечно, грустно, 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 что все происходит именно так. Грустно смотреть на эти маленькие цифры, особенно после того, когда ты видел 40 миллионов, 60 миллионов в танкофондах и тут ты видишь эти 15 и думаешь, жесть, просто жесть, да. Что касаемо выдачи призов, то возможно по этому поводу будет видеоролик, да, когда будет у нас информация точно, когда у нас будут выданы призы. Ну а по итогу мы получаем настолько минимальные призы, что я даже надеюсь лишь только на то, что повезет в розыгрыше этих танкоинов, да, и на один из двух моих аккаунтов прилетит вкусные 7200 танкоинов. Я даже не стал покупать на мультах, особо не вижу в этом смысла, да, поэтому решил засейвить танкоины на более ценные и грамотные танкофонды. Где у меня танкоинов было побольше, то, понятное дело, вложения свои сделал, ну и поучаствую в рамках этой интересной лотереи. Хотелось бы узнать вашу точку зрения, покупали ли вы вообще по итогу этот танкофонд, какое у вас сложилось мнение по всему этому делу. Как вы считаете, будут ли в дальнейшем вообще киберспортивные танкофонды, либо это последний киберспортивный танкофонд, и на этом с этим будет закончено все. Либо же это, наоборот, определенный урок, и в целом год, да, потому что два провальных танкофонда было в этом году. Урок, который даст понять разработчикам, как нужно двигаться дальше, и как нужно создавать качественные танкофонды, в которых будет заинтересовано большое количество игроков в нашей игре. Напишите все свои мнения и позиции на этот счет, обязательно поддержите данный видос лайком, если он вам понравился, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok